Буллинг – реальность, в которой живут многие дети. Травля в школе отличается системностью и продолжительностью действий со стороны агрессора или целого коллектива. Жертвы могут унижать насмешками, обидными шутками и жестами, толкать, бить, запугивать, объявлять ребенку бойкот или портить его личные вещи. Как правило, буллинг протекает незаметно для глаз родителей и педагогов. Взрослые не сразу могут понять, что в детском коллективе что-то происходит. Психологический буллинг может быть опаснее, чем физическое насилие, потому что душевные потрясения подрывают самооценку ребенка и веру в свои способности, что может помешать и во взрослой жизни. Если жертва травли подвергается издевательствам долгое время, то в один момент подросток может выплеснуть накопившуюся агрессию на обидчиков. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят, а смысл говорить родителям о том, что со мной происходит? Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. И многие дети, отчаявшись на то, что им помогут взрослые, начинают действовать самостоятельно. Кто-то уходит в аутоагрессию, например, направляет ее на себя. И тут мы видим самоубийство, например. А кто-то начинает давать отпор. Жертвой буллинга может стать кто угодно. Многое зависит от микроклимата в коллективе и наличия лидера. Для буллеров важно, чтобы жертву было удобно маркировать. Поэтому чаще всего агрессии подвергаются дети с недостатками или особенностями во внешности. Скромные или замкнутые. Новички в классе. Ботаники. О том, что с ребенком что-то происходит, могут сигнализировать изменения в его поведении. Агрессивность, замкнутость, боязливость, молчаливость, нежелание идти в школу. Для подростка, оказавшегося жертвой буллинга, очень нужна поддержка со стороны друзей и родителей. Возможность высказаться, без боязни быть неуслышанным или отвергнутым. Создайте для своего ребенка в семье условия для дружественного диалога. Расширяйте деревню привязанностей. Когда у того есть не только друзья в классе, например, ну такие друзья, скажем так, одноклассники, но есть дети, с которыми он контактирует вне школы. Есть другие взрослые. Это могут быть дяди, тети, бабушки, дедушки, знакомые родителей. Опять же, может быть, это будет школьный психолог или вожатый, с кем ребенок может контактировать и делиться своими проблемами. Сейчас активно развивается кибербуллинг, унижение в интернете, обидные комментарии, угрозы, распространение личной информации без разрешения. Часто бывает, что сами буллеры – это дети, у которых проблемы в семьях и в отношениях с близкими людьми. С помощью травли такой ребенок пытается хоть в какой-то сфере своей жизни стать значимым, сильным и влиятельным. Для борьбы с буллингом важно взаимодействие детей, родителей, учителей и специалистов. Уважаемые коллеги-педагоги, если вы видите такие проблемные моменты среди ваших учеников, убедительно прошу обратить на это внимание, вовремя оказать психологическую помощь, вовремя отработать многие спорные, сложные, тяжелые моменты, но совместно с родителями. Психологи советуют жертвам буллинга не реагировать на выпады в свой адрес, потому что демонстрация обиды, злости или страха только еще больше разжигает интерес агрессора. В случае, если к жертве применили физическое насилие, украли или испортили его имущество, можно обратиться в полицию. Если на руках у ребенка будет доказательная база, то агрессор может вынести ответственность на законодательном уровне. Чтобы получить поддержку или совет, для детей и взрослых работает бесплатный и анонимный телефон доверия – 8 800 2122. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...